Есть вопросы, которые, мне кажется, может себе позволить задать только друг. Куда ты эти деньги деваешь? Где они? А эти деньги собираются, потом дематериализуются. Рейтинг твой вырос? Да, я однажды хожу по городу, и мне говорят, мы знаем вас, вы блогер. Что такое поле мастера? Ну, у меня есть участки по наследству доставшиеся. Если ты владеешь такой техникой, я сейчас практически процитирую, то почему он не сидит в самадхе где-нибудь в Гималайя? Есть принцип «хочешь иметь — откажись». Самадхи — это высочайшее, глубокое, глубочайшее, неописуемое восприятие того, кто есть все во всем. Ты, как мастер, передаешь знания, которые позволяют дойти до самадхи. Любой кипиш, кроме поспать, йога объединяет в себе искусство, науку и духовные практики. И это универсум. Я хочу вот так вот, даже с двумя руками, при всем при том, что я держу телефон. Одной режиссерской руки вполне достаточно. Ну, я думаю, что это все-таки была дружеская рука. Это была рука длинной в жизнь. Вот, тем более, что уже по предыдущим нашим интервью кто-то помнит о том, что я все-таки друг, наверное, даже такой друга-брат. Потому что в этом году 30 лет нашему знакомству и нашей дружбе. Уже родственники. Давно. Коренные. Вот. Я думаю, что даже это круче, чем кровные. Конечно. Поэтому хочу предысторию рассказать этого интервью. Оно возникло совершенно спонтанно. Я приехал к Имраму на ретрит. Даже больше, наверное, к тебе приехал. Да. И мы находимся в живописнейшем месте. Это Роза Хутор, Олимпийская деревня, где уже не в первый раз проводится ретрит. О том, что такое ретрит, поговорим потом, чуть позже. И наблюдая за тем, что происходит, общаясь с теми, кто приехал пообщаться и попрактиковать, У меня возникла такая мысль, почему бы не записать интервью в формате друг С учетом того, что есть вопросы, которые, мне кажется, может себе позволить задать только друг Потому что они будут нести для кого-то такой достаточно элегантнее прямой формат. Но когда их задают друг, озвучивая вопросы людей вокруг, друг, озвучивая вопросы людей вокруг. Да. Это, мне кажется, воспринимается легче, проще. Я почти каждый вечер озвучивал их Имраму. Говорил, что вот люди спрашивают, люди интересуются. В принципе, для меня эти вопросы не имеют информационной составляющей. Я знаю ответы на их на все. Ну, на самом деле, я не знаю этих вопросов. Мы просто обсуждали... Да, вот это важно сказать, что мы обсуждали атмосферу этих вопросов, но не конкретно. Некоторые, кстати, не обсуждали. Вообще не обсуждали. Некоторые не обсуждали. Но в любом случае, они витают. Последнее время, благодаря видео, скажем так, рейтинг твой вырос. Большое количество просмотров, резонансных просмотров. Да, я однажды хожу по городу, и мне говорят, мы знаем вас, вы блогер. Я же был с тобой в Москве, на Тверской. Еще несколько вариантов. Да, я представляю. Я представляю. И, соответственно, вот у людей... Ты, кстати, сейчас очень сам в очередной раз почувствовал тот вопрос, наверное, который я сам задам. Вот кто-то там называет тебя блогером, кто-то называет йогом, кто-то называет буддистом, кто-то называет... И там куча версий. Если бы о тебе, тебе задал бы вопрос человек, который вообще не знает Имрама, кто такой Имрам. Вот как бы ты сам охарактеризовал, кто ты? Я тот, кто, может быть, с точки зрения этого человека, вполне возможно, воспринимающего меня, смотря на меня, я бы сказал, что я тот, кто, в принципе, пытается понять тебя, да, если говорить о философии. И либо просто землянин, либо... Мне однажды задавали такой вопрос, я сказал, а кем бы вы меня сейчас восприняли? Ну, то есть, кого вы во мне видите? Я тот, кого вы видите во мне прямо сейчас. Вы задаете вопрос, но у вас есть образ. Смогли сформулировать? Не совсем. Собирательно все очень сложно. Они говорят, ну, вы похожи на того, на того. Я говорю, вы сравниваете. Вы задали вопрос, кто я, допустим, да, вы хотите узнать, кто я. Что вы чувствуете прямо сейчас? Они говорят, ну, нам хорошо. Я говорю, тогда называйте меня. Человек, который делает хорошо? Да, полезный бог, говорят, в Китае. Ну, бог это понятие такое, конечно. Хорошо, значит, приятно. У вас есть выводы, что вам хорошо, и я тот, кому... Слишком он страшен. Если все равно сузить. Ну, если говорить о том, что я все-таки в мужском теле, я мужчина. Окей, туда, я думаю, сомнения нет. Тебя называют мастером. Вот есть такое... Они обзываются так, да. Как-то пошло откуда... Почти для многих людей слово мастер, там, мастер спорта. Или мастер по каким-нибудь ремеслу, да? Ну, у меня есть мастерство, я сейчас скажу, я каменщик третьего разряда. Серьезно, диплом? Да, диплом есть. Я заканчивал техникум строительный в свое время зачем-то. Ну, в принципе, потому что, наверное, он во дворе нашего дома был. Ну, ты представь, сейчас каменщик. Свободный. Каменщик. Свободный. Как-то начнут интерпретировать. Я мастер с точки зрения могу красить, могу не красить, понимаешь? То есть много лет назад я занимался строительством, построил какие-то даже объекты, участие принимал в этом. Поэтому с точки зрения этого, может быть, я и мастер. Ну, все-таки твои ученики, люди, которые следят за твоей деятельностью, они, как я понимаю, все-таки называют тебя мастером не по этому поводу. Ну, зачастую, да, они называют мастером. Я всегда открещиваюсь от этого, потому что, по большому счету, это не важно. Важно, что они следуют тому, о чем я говорю. А кто как меня называет, это не важно. Я всегда говорю, с мужчинами я мужчина, с женщинами женщина, с детьми я ребенок. Поэтому здесь не имеет значения абсолютно. В то же время, мастер, который... Мастер, наверное, от слова мастерство, то есть обладание... Скорее всего, да. Ну, это же понятно, да. Они называют именно так, наверное, потому что, скорее всего, они что-то видели. И это их... На них навеяло, образно говоря, что надо так называть. Ну, я на это меньше всего. Некоторые говорят, шеф. Шеф. Да, шеф, типа, ну, ты же... Я даже знаю, кто так говорит. Да, главный командующий. Но я так тоже не чувствую себя. Я вообще не чувствую себя этим или тем. Мое сознание, оно и ваше сознание, оно много больше. Вы можете взять все, что угодно, но зачем ограничивать себя? Ну, давай, в любом случае, постараюсь для наших зрителей, скажем так, вот эту вот глубокомысленность, которую ты несешь в своих словах, в принципе, сужать до понятных терминов. Параллельно с этим видео выходит видео твоих учеников или людей, которые у тебя были на практиках, на ретритах, семинарах, и они тебя называют мастером крия-йоги. То есть, что предполагает, что ты обладаешь знаниями и эти знания передаешь о крия-йоге. О крия-йоге поговорим попозже, но если говорить так, сужая, скажем так, то есть есть определенная техника, которую ты преподаешь, и техника, которая, в принципе, относится к категории достаточно серьезных техник, которые позволяют людям двигаться к саморазвитию, к духовному саморазвитию. По пути самореализации. Да, самореализацию. То есть я ничего не напутался, правильно? Все правильно, это можешь путать, неважно. Да, и более того, за вот эти несколько лет твоей деятельности в этом направлении, очень многие заметили, даже люди скептически настроенные, что эта техника работает, в их жизни происходят изменения. Вот сразу интересный вопрос, который у большинства людей возникает. Если ты владеешь такой техникой, и она прям вот так круто все и развивает, я сейчас практически процитирую, то почему он не сидит в самадхе где-нибудь в Гималаях? Зачем тебе эта деятельность? Если я буду сидеть в самадхе где-нибудь в Гималаях, то тогда каким образом я буду передавать людям, людям, которые не могут быть на канале трансляции напрямую, понимая или получая знания, они же хотят именно конкретно задать вопрос. Вот люди подходят и говорят, можно задать вопрос? Я говорю, вы же можете его написать в чате. Они говорят, мы хотим вам задать вопрос лично. Таких людей все больше и больше. Тогда можно следующий вопрос задать встречный. А почему вы именно лично хотите задать вопрос? Потому что, по большому счету, вопрос не важен. Они хотят побыть рядом лично, почувствовать. Как-то немножечко расслабиться, успокоиться. И вопросы задать заодно. Зачастую бывает так, что люди подходят с большим количеством вопросов и входят в стопор. Они говорят, были только что вопросы, а сейчас их нет. Я говорю, а почему так? Надо записывать? Они говорят, как-то странно. Не хочется ничего задавать. Даже вот есть такое понятие среди тех, кто приезжает на ретриты. Оказаться в поле мастера. Что такое поле мастера? Ну, у меня есть участки. По наследству доставшиеся. Такое поле большое. И ты туда людей приводишь? Да, я туда людей привожу. Это поле фактически. Поле чудес. Я по поводу мастеров. Есть понятие мастеров. Есть большое количество. Достаточно большое количество. Не такое большое, как хотелось бы, но все-таки. Все люди, которые сейчас практикуют, они, в общем-то, в будущем мастера. Я надеюсь на это. Ну, а так, есть мастера, которых называют мастерами. Мы этот вопрос просто чуть-чуть до конца доведем. Кто такой мастер? Мастер – это тот, кто знает и умеет. Мастер – это тот, кто умеет и обладает. Поэтому, если, допустим, мастер достиг какого-то уровня, мастера можно назвать только того, кто находится в самадхе. Или находился в самадхе и закрепился в этом. Если у этого человека есть опыт постижения высшего Я, то он мастер. Он может выйти, отойти от этого, работать в миру, но всегда находится в этом внутреннем состоянии. Вот мастера так живут. Им неважно, в Гималаях они… Я просто два вопроса сейчас в один обобщаю. Почему я не в Гималаях? Им неважно, в Гималаях они или где. У них все в Гималаях. Гималай – это как символ уже. Гималай – это вершина, к которой он пришел. Он сам восседает на ней. Я даже сейчас не о себе, я в целом о мастера. Ты соинициировал третий вопрос, отвечая на два. Что такое самадхи? Потому что у людей очень много разных мнений. Можно коротко? Это очень такое емкое понятие. Самадхи – это со-мага-дхи. То есть со – это то высшее. Мага – это великое. Великое, высшее. Дхи – это дхи-яна. То есть восприятие этого высокого, великого внутри тебя. И это неописуемо. То есть никак не описать вот это состояние человека, которого там не было. Ну, конечно, да. Он там бывает, он просто не знает об этом. Когда он глубоко спит, он в нем находится, но он об этом не знает. Потому что нет того, кто осознает это. Самадхи – это высочайшее, глубокое, глубочайшее, неописуемое восприятие того, кто есть все во всем. То есть это процесс описания. Оно управляемо? То есть это как? Ты можешь выбирать и оказываться в самадхи, выходить из самадхи? Что чувствует пузырек, который растворяется в океане безбрежном? Вот то чувствует человек, который входит в состояние самадхи. Сложно описать, правда? Да. Это все и ничто. Есть стадии самадхи. Первая стадия самадхи – это савикальпа самадхи, когда мы исчезаем. Мы полностью исчезаем, растворяемся, и вы как будто бы присутствуя-отсутствуете. То есть вопрос не в теле, вопрос не в пространстве. Ничего нет. Но есть зерно осознанности, которое позволяет вам, находясь в этом состоянии, где-то на каком-то уровне, каким-то образом осознавать. У меня на эту тему есть целый фильм, даже два. А есть нирвикальпа самадхи – еще более высокий уровень. Есть и там еще, и еще. Ну я так, что можно сейчас объяснить каким-то образом. Нирвикальпа самадхи – это состояние, когда ты в этом растворении полном находишь себя раз и навсегда, но уже другим, ни личность, ни эго. И ты, обретая себя, становишься этим «я есть». «Я есть» или вот это прежде сознание, которым ты изначально являешься. То есть ты был пузырьком эго-личность, растворился в океане и исчез. Но через какое-то время ты осознал, что ты и есть этот океан. И ты живешь уже как океан. Но у тебя сознание настолько возвышено, настолько высокое, что ты можешь осознавать каждый пузырек, который возникает у тебя на океане, как само у себя. Другими словами, пузырек не знает, что он океан. А океан всегда знает, что он пузырек. Чем отличается Творец от камня? И в чем сходство? Все уже есть Творец, правильно? В чем сходство и в чем различие? Оба молчат. Это сходство. Ну я так уже. Но один знает все, а другой ничего. Камень ничего не знает. Творец в камне находится, он осознает свое присутствие в этом, но камень не осознает. Поэтому не будьте камнями, будьте мастерами, которые укладывают камни. Насколько человеку важно прийти к самадхи? Это есть жизненный путь, цель? Да, просто любой человек хочет быть счастливым. Абсолютное счастье — это самадхи. Неописуемое и невыразимое счастье — это самадхи. Это не уход от жизни, как многие думают. Это пребывание в постоянном состоянии абсолютного творчества. Ты готов ко всему. Любой кипиш, кроме поспать, твое выражение. Я правильно выстроил логическую связку, что ты, как мастер, передаешь знания, которые позволяют дойти до самадхи? Вот у тебя уже крия-йога в действии. Ты уже работаешь на ментальном плане. Я стараюсь. Будешь помощником. То есть одна из твоих задач, пока ты находишься в теле, это максимальному количеству людей передать знания, которые позволят им. Что тебе от этого? Я не преследую цели что-либо иметь от этого. Это веление моего сердца. То есть это я сам. И мне очень, скажем так, интересно жить творчески. Это творчество, это постоянно новое состояние. И в этом я нахожу себя. Почему? Потому что когда Творец присутствующий создал этот мир, он всегда находится в состоянии постоянно нового пребывания и допознавания самого себя. Если мы Творец творения, то есть мы Творцы, так же, как и сам Творец, он нас по образу сотворил, почему мы должны сидеть и ничего не делать? А самым универсальным творческим аспектом является искусство, наука и техники, преобразующие твое сознание. То есть это самореализация, это йога. То есть получается, что йога объединяет в себе искусство, науку и духовные практики. И это универсум. Поэтому мы занимаемся искусством, ну то есть музыка, допустим, живопись и так далее. Самореализацией занимаемся как духовной практикой. И входим в сферу настоящей науки, которая позволяет нам понять этот мир, эту вселенную. И ты становишься ученым, который еще и поэт, прозаик, музыкант и так далее. Это хорошая форма выражения в жизни. Это же интересно. Но в этом нет зацепки. Потому что зацепка, если есть, ты останавливаешься. В этом нет зацепки за мир, за жизнь, потому что все меняется. То есть нет такой необходимости эти знания нести. И такой задачи. Ты просто такой. Рыба, плавающая в воде, не знает, что такое вода. Она просто в ней плавает. Ты просто такой теперь. Потому что, ну если мы говорим о том, что у Бога есть самая главная необходимость, создав мир, передать любовь, то эта любовь передается нам. Мы становимся теми, кто воплощается вот в этой безусловной любви. Мы в воплощении этой любви. Но если мы в воплощении любви, у нас других задач нет. Как только нести эти знания. Это форма любви. Нести искусство, чистое искусство. Это форма любви выражения. То есть ты создаешь, одухтворяешь материальную природу. Это очень интересно. Я признаюсь, еще несколько лет, ну так, 2-3 года назад, не думал, что те знания, которые ты несешь, для наших зрителей, хочу сказать, что я в силу того, что близкий друг Имбрама, как бы наблюдаю за тем, как деятельность твоя, как мастера развивается. Я никогда бы не мог подумать, что ты достигнешь такой популярности, честно. Я думал, что эти знания, они для какого-то сокровенного, определенного круга людей. Сейчас практически каждый день возникают какие-то ситуации, где люди, казалось бы, далекие от этих знаний, о тебе знают. Твои ролики стали вирусными. Мы даже вчера смеялись, что хорошо, что в ТикТоке твоя популярность растет, чем лучше, пусть твоя популярность, чем Даня Милохина. Это мы так смеялись. Казалось бы, эти знания тебя сделали популярными, как человека, который несет какие-то простые, понятные. А то, о чем ты говоришь, это достаточно сложно. Это знания духовные, это знания серьезные. Почему ты стал популярным, твое мнение, и насколько люди нуждаются? То есть, почему вдруг возникла такая необходимость в этих знаниях? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что я ощущаю, что что-то происходит. В этом мире всегда что-то происходит. Люди, которые обращались в компанию, я не знаю, можно так назвать, компанию ТикТок, где изначально был вопрос, стоит ли выставлять ролики и мрама в этой сфере. Там сказалось, что ТикТок не для этого. Там сказали, что ребята, даже не думайте, потому что это вообще не то направление, ничего не получится. ТикТок это якобы мусор, куда людям интересно. Но именно там все стало работать. Да. Второй момент очень важный. Есть принцип, хочешь иметь, откажись. У меня никогда не было желания быть известным, вообще никогда не было желания, потому что я самодостаточен. С момента, когда ты входишь в сферу единства с Высшим Я, тебе вообще ничего не нужно. Но сам элемент твоего присутствия, я сейчас говорю не о себе, а обо всех людях, потому что каждый человек к этому придет, или уже пришел, может быть. Сам элемент присутствия тебя в этом состоянии, это уже творческая сила. И ты просто ходя по жизни, уже являешься этой силой творческой, созидательной силой. Вот. И поэтому я не преследовал цели. Абсолютно. У меня и сейчас абсолютно нет желания быть известным. Мне слава не нужна. Это может быть какой-то просто побочный продукт моей деятельности. Точно так же, как в йоге, например, сверхспособности это побочный продукт. А вот об этом поговорим чуть позже. Я понимаю, но я предвкушаю твои вопросы, вероятно. И еще самый главный момент. Когда мне говорили, нельзя ли как-то попроще, вы высокопарно выражаетесь, космические процессы, люди не понимают. Я не верю в то, что люди не понимают. Я верю в то, что они воспринимают. Потому что есть сердце, оно знает обо всем. Ни один человек не является глупым. Ни один человек. Ну популярность же, в принципе, работает на твою основную миссию. Благодаря этому, я вообще говорю, я про передачу знаний, да, о том, как дойти до самадхи. То есть, в принципе, популярность помогает. Как дойти до самадхи. Я, если мы и говорим о крии-йоге, самадхи это очень высокий уровень. И в принципе, самадхи возникает у матери, которая смотрит на ребенка. Она просто не осознает это. Самадхи возникает у матери, которая с любовью кормит ребенка. У матери, которая смотрит на своего сына и наслаждается или на дочь, неважно, это уже самадхи. Просто это уровни переживания разные. Самадхи это безусловно любовь. Похожая на материнскую безусловную любовь. Но самадхи на самом деле, в котором человек оказывается, он уже не человек в этот момент. Это единство с Богом. Что может Бог дать человеку? Можете себе представить? Что он может дать в качестве Духа Утешителя или там любви безусловной, абсолютной, состояний, возможностей, переживаний? Самое главное, это где ты чистое сознание имея, можешь воспринимать этим чистым сознанием всю безграничную ту силу и блаженство, которое возникает в этом состоянии. Но это не зацепка. Мы это делаем не ради блаженства или силы. И я вот буквально договорю, любой человек, который с точки зрения там организации или каких-то других деятелей, критиков, может быть, который якобы не готов к такой науке, они заблуждаются. Каждый человек для меня это высочайшее проявление Творца. Поэтому, наверное, люди тянутся. Потому что я никогда не скажу, что человек сейчас не обладает знаниями и ему нужно заниматься, чтобы стать мудрее, умнее и так далее. Нет. Я скажу, что в нем эти знания уже есть. Ты хочешь себя понять или познать, когда займись чем-то, что сделает как вспышка света, сделает тебя мудрым и ты поймешь и начнешь уважать себя. У меня нет ощущения, что люди не готовы. Ну окей, но самое большое количество просмотров в Рилс про то, что чем больше ешь, тем тупеешь. Правильно. В то же время. Это входит в разряд стратегии, как сделать так, чтобы человек стал мудрым. Конечно, если человек много ест, у него энергетика собирается в области нижней части живота. То есть ты не шутил? Нет, конечно. Это серьезный вопрос. Люди засыпают, когда много поели. Кровь отливает от мозга. Если кровь отливает от мозга, энергия отливает от мозга, отходит. Что там в голове остается? Поэтому хочется спать. Кто-то, кто тебя близко знает, знает, что ты ешь один раз в день. Как это? Ну, как это? Я ем один раз. Не хочется все остальное время есть? Нет, у меня отношение к еде другое. Я, прежде всего, воспринимаю свое тело как энергию. Если у меня есть тело, есть энергия, есть энергия, зачем есть что-то грубое? Но оно нужно для программы стенок желудка, для того, чтобы строительный материал, как говорится, строитель, строительный материал в тело, значит, отправить и какие-то микроэлементы получить, потому что есть еще программа. Но я это делаю даже не только поэтому. Есть необходимость еще удержать это дело. А в основном мы питаемся праной. Мы вообще, смотри, какая интересная вещь. Мы съедаем еду, много еды, для того, чтобы высвободить небольшое количество энергии. Если ты занимаешься пранаямами, ты можешь напрямую энергию получать. Остается только поддерживать стенки, желудка, ну, допустим, программу стенок, потому что это требует время для перестройки. Но я не рекомендую сейчас людям есть один раз в сутки. Если это определенный уровень. Ну, мне так комфортно. Ну, крия, которую ты преподаешь, она позволяет заниматься? То есть, там есть вот эти самые упражнения пранаяма? Когда мы занимаемся, конечно, там все есть. Крия — это путь к космическому сознанию. Это наука, научный путь к космическому сознанию. Это не религия. Естественно, там есть конкретные, четкие техники, технологии, которые позволяют человеку выйти на уровень праноедения. Давай во второй части интервью поговорим о крии, потому что в первой части мне хотелось все-таки исследовать определенной тактике и задать все вопросы, связанные с тобой лично. Хорошо. Во второй части мы обязательно смотрите, во второй части мы поговорим про крию, вернусь к этой популярности, от которой ты не зависишь, но жизнь изменилась. Вот что изменилось? Нагрузка на тело стала больше, людей стало больше, внимание люди к себе требуют, привлекают, естественно, работы больше, на ретритах, семинарах людей больше, естественно, нужно работать с людьми. Если уже ты, как говорится, занялся этим, то тогда отрабатывай. Но это не я, это тело. Тело чувствует нагрузку, но я не тело. Поэтому мне легко работать. Людей стало больше. Вместе с этими людьми, вот я иногда сам наблюдаю, не первый раз у тебя на ретрите, бываю на семинарах, на концертах, появилось огромное количество людей, я говорю про свое собственное ощущение, которые, мне так кажется, пришли не за знаниями и не за тем, чтобы ты указал им путь к самопознанию, к самадхе, они пришли как будто бы за этой живительной таблеткой, роль которой, как им кажется, выполняешь ты, которые пришли, чтобы ты там что-то сделал, им кажется, что ты там чуть ли не рукой можешь махнуть, жизнь изменится, болезни, вот их становится же больше, с учетом увеличения. это начало, эти люди приходят за какими-то чудесами, вот, а потом через общение они получают на, скажем так, на духовном уровне знания определенные, то есть мы общаемся, моя задача пробудить в них мудрость и осознанность, в процессе нашего общения я выстраиваю диалог, если такое общение существует, таким образом, чтобы человек научился себя уважать, верить и в нем начнут пробуждаться те знания, которые существуют, тогда у него появляется желание овладеть этими знаниями, то есть вопрос в том, что мы сделаем так, чтобы он возродил себя, пробудил себя, проснулся, он приходит сначала за тем, чтобы кто-то за него что-то сделал, это есть первый этап, дальше он сталкивается с учением, мне иногда говорили, вопросы задавали, но вы уверены, что все люди, которые были на семинаре, они практикуют, я говорю, нет, но они будут практиковать в следующей жизни, сейчас закладка дается, сейчас дается такой потенциал, скажем, да, отправляется эта энергия, она изнутри начинает работать, некоторые через какое-то время начинают практиковать, приходят к этому, тот предыдущий вопрос очень важный, и вот я сейчас соединю предыдущий с этим, чтобы мостик был, мир меняется, люди эволюционируют, наша планета эволюционирует, солнечная система, в общем, вся вселенная эволюционирует сейчас, такой переход на новый уровень, и естественно, частоты меняются, а частоты что? Это восприятие более тонких процессов, поэтому люди, которые занимаются духовной практикой, это те, кто уже начали чувствовать свои изменения, а те, кто подходит только к этому, они по сути безсознательно тянутся к этому знанию, потому что душа их ведет, вот почему мы работаем в этом смысле, да не только мы, ну весь мир работает над самим собой, сам творец в каждом человеке работает, это же такая творческая сила, которая не оставляет в покое, я знаю тебя, например, знаю, что ты минуту посидеть спокойно не можешь без того, чтобы что-то не придумать и не проанализировать и как-то не создать, действительно не придумать, поскольку у тебя все время к сожалению это так сценарий, 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 но это не значит, что ты устаешь, ты же в потоке творческом, а люди, которым не нравится то, чем они занимаются, им надо думать и тогда они устают. Я все равно хочу вернуться к тем людям, которые из тебя пробуют делать святого, такое мнение, вот один из своих образов, что ты вот какой-то святой, что вот рядом с тобой там постоишь, вылечишься, ты, я думаю, сталкиваешься иногда с такими людьми, которые пробуют из тебя создать какой-то культ, что ты делаешь? Я знаю, что я просто скажу нашим зрителям о том, что я уже задавал этот вопрос и как бы мне интересно было, потому что я вижу этот феномен определенный, да, вот людям свойственно искать, мне кажется, таких волшебников, да, наверное, правильно. Если человек подходит с таким ощущением или осознанием, это худшее из всего, что он может понять, как говорится, обо мне и так далее, поэтому я на это не обращаю внимания абсолютно. Мне все равно, что обо мне думают, что так, что так одинаково непонятно, и это на самом деле не истина в этом смысле. Мне важно, чтобы я его внимание развернул на самого себя, на него, потому что если он будет видеть во мне или в ком-то в другом человеке святого, он постоянно будет бегать за этим человеком и так далее. А когда он сам проявится как святой, все для меня люди святы, абсолютно все. Я вначале сказал, что это воплощение божественной любви. Когда я смотрю на человека, даже если он, ну скажем так, ведет себя непотребным образом, что я должен о нем подумать? Я должен его осудить? Это же его решение, это его выбор, это его судьба. Для меня он свят, потому что в нем есть та высочайшая разумность, которая существует в каждом человеке абсолютно. Точно так же я к животным отношусь. Поэтому, если я так отношусь, возможно, и ко мне так относятся, потому что что посеешь, то пожнешь. Но называть себя так я никогда не разрешаю, потому что это неправильно. Если ко мне задают такой вопрос, допустим, обращаются приблизительно с таким, я делаю все возможное, чтобы это нивелировать максимально, потому что это не важно абсолютно. Мы вообще являемся просто в руках Творца, мы являемся инструментами, о какой святости каждого в отдельности можно говорить. Святой, который считает себя святым, это уже не святой. Просветленный, который считает себя просветленным, это не просветленный. Но, практикуя Крию, сколько лет ты практикуешь уже? я получил посвящение от Махааватара Бабаджи в 2002 году. 20 лет назад? Да, но я живу этим. То есть, что значит, практикуешь, чтобы? Люди говорят, сколько надо практиковать, чтобы? Да, но людям важен результат. Да, это ум. И я живу этим, а не практикую. Окей, 20 лет назад, до того, как ты получил посвящение, тот имрам и этот имрам. Я-то никакой разницы не чувствую, потому что мы с тобой друзья, и я всегда чувствую любовь, уважение, понимание. А вот ты сам для себя, это два разных человека? Если да, то что изменилось? Это не два разных человека. Это один и тот же, который был всегда. Просто он все больше и больше просыпался за эти годы. У меня не было никогда, лично у меня, не было никогда ощущения, что я должен стать кем-то другим. Я всегда знал, что я тот, который есть. Но это, опять же, лично мое. А у людей, как правило, в уме есть понимание, что он сначала такой, а потом через какое-то время он что-то сделает, и он станет другим. Меняется тело, меняется образ внешний, но твоя осознанность остается, потому что я никогда не фокусировал свое внимание на личности, которая что-то должна приобрести. Я никогда не был этой личностью. То есть, личность использует свои возможности, личность что-то делает, выражает себя и так далее. Но ты внутри всегда есть тот, кто ты есть. Поэтому ничего не меняется. Но сила осознания все больше и больше росла в течение какого-то времени до момента, пока ты не стал тем, кто ты есть. То есть, пока ты не встретился с лицом к лицу, лицом к лицу с высшим Я, где ты окончательно убедился или, скажем, проснулся. То есть, ты все время все больше и больше просыпаешься. хорошо. Другой пример. Ты сидишь и начинаешь чувствовать пространство. Чувствуешь его на расстоянии полутора метров от себя. И ты говоришь, о, я ощущаю, я понимаю. Кто понимает? Это я, ты. Ты понимаешь. Потом пространство стало шире. И ты говоришь, я теперь понимаю, что это вот так, вот так, вот так, вот так. Это очень, может быть, не очень конкретный и понятный пример, но Хидир, Ильяс Хидир, все время, осознавая себя, понимает, что сейчас его пространство, восприятие становится все больше и больше. И тогда ты понимаешь, что именно ты это воспринимаешь. И твое осознание тебя становится все больше, вплоть до космического, а затем божественного. Чем-то это все напоминает фильм «Матрицу», вот когда проснуться и вообще получается, что Крия позволяет, о Крии мы поговорим вот буквально чуть-чуть, в следующей части. Я все равно хочу завершить те вопросы, которые скопились не у меня, а у очень многих наших зрителей относительно тебя, Эмбран. То есть Крия позволяет, как ты, мне кажется, очень ярко и образно выразился, проснуться, пробудиться, вернуться к самому себе. Вернуться к самому себе это проснуться и пробудиться, да. Без таблетки, кстати. Людям вообще свойственно, вот это пробуждение предполагает появление каких-то новых качеств, способностей, про сверхспособности, говорили. Вы себя узнаете все больше и больше. Вы просто начнете уважать себя на начальном этапе, а потом восхищаться тем, что может ваша телесная структура. А эта телесная структура не физическое тело только, это эфирное, астральное, это ментальное, это причинные планы. Вы начинаете любить всю вот эту пространственность с точки зрения присутствия высочайшего. Вы наконец-таки начинаете понимать, насколько все гармонично, насколько все красиво. Это не выразить, не описать, это очень красиво. Вы восхищаетесь цветами, но цветы лишь небольшой намек на то, что возможно, неописуемо. Вы восхищаетесь манго плодом, который очень вкусный, но это даже намеком не является на то восприятие, которое даже если мы говорим об астральном плане, там совсем другие восприятия. Ты об этом рассказываешь, я понимаю, что это знание ну прям необходимые. То есть они не просто как бы можно и без них. Необходимы. Когда по ним, я правильно понимаю, что если ты практикуешь и достиг вот этого пробуждения, ты начинаешь осознавать, что без этих знаний просто невозможно, что они просто необходимы. Во-первых, да, во-вторых, тебе не хочется без них, потому что ты, начиная себя уважать, понимаешь, что ты становишься неким ученым, который самоисследуя, да, самого себя исследуя, имеет возможность что-то сделать. У тебя появляется сила, творческий импульс, тебе хочется все время творить. Вот ты такой, ты не сидишь без дела, ты все время творишь. А представь себе, что ты был бы другим. Ты даже представить это не можешь сейчас. У тебя все время сценарий жизни меняется, образно говоря, поскольку ты режиссер, ну, то есть в душе режиссер, да. И ты каждый раз меняешь локации собственного существа, каждый раз меняешь положение, позиции и следуешь отсюда. Давайте так проверим. Это творческий подход. Ты просто такой. Уже такой. Это уровень. Соответственно, человек, который выходит на высокие уровни восприятия своей души, он становится обширным, объемным, и для него не то, чтобы только интересно заниматься этим, он просто такой, он уже другим не может быть. Но для других людей это что-то невероятное, обладающее чем-то. Разве плохо, допустим, одухотворяя материальную природу, общаясь с человеком, помочь ему изменить сознание и тем самым изменить жизнь к лучшему? Конечно, неплохо. Но это и есть самая главная сверхспособность. А кто нас усыпил? Ситуация с матрицей, там роботы переборщили, да, вот в фильме, в той реальности, которая нас окружает. Почему мы спим, и почему мы в этом состоянии таком не пробуждены? И почему нас надо пробуждать? Люди, которые смотрят матрицу, смотрят о роботах, которые переборщили, как ты сказал. И вот такое неправильное или непонятное отношение к самим себе, это и есть существование в состоянии роботов. Поэтому можно сказать, что люди, которые в таком состоянии находятся, это некие сложные биороботы, которые просто не понимают, что матрица их использует. А Сай Баба, когда ему задавали вопрос, почему так все? Почему так? Почему он посмотрел и говорит, я вам дал хороший фильм «Матрица». Разбирайтесь с этим. Хотите пробудиться, значит, нужно что-то делать. Съесть таблетку, это значит заняться практикой, саморазвитием. Но почему человечество не пробуждено изначально? Оно изначально было пробуждено, его усыпили. Вот, кто усыпил? Я вот к этому верю. Это вопрос очень обширный, и для этого нужно будет отдельный фильм. Ну, это интересно. Например, те же атланты, обладающие высочайшим знанием. Почему так получилось, что между ними возникли конфликтные ситуации? Какая сила их заставила враждовать и в конечном итоге накрыла их медным тазом? Там же были ядерные всякие катастрофы и так далее. Сейчас ученые об этом говорят, это же не мои выдумки. Потопы всемирные, когда все это происходило. Оказывается, есть силы, сдерживающие эволюцию, силы космической иллюзии. Человек просто полюбил мороженое больше, чем положено и без него не захотел жить. А потом забылся в этом мороженом. Ну, я так, как в сладости, да? Я понял. Соответственно. Но для того, чтобы вылезти из этой сладости, которая так, тебя убаюкивая, заставляет забыться, и тебе так комфортно, телесное сознание начинает думать, ну, классно, ничего больше не надо, все. Гормоны начинают работать, серотонин и все такое. Сейчас же искусственно это можно делать. Ты должен вырваться из этого и взглянуть со стороны. Так, что-то здесь не то. Вообще, возможно, что все человечество вот так вырвется, проснется? Сразу нет, постепенно, быстро, да. И что тогда? Существует критическая масса духовной силы, которая может пробудить людей. Допустим, есть, к примеру, в группе людей есть 2-3 человека пробужденных, все остальные начинают просыпаться. Эта группа людей, проснувшись, начинает пробуждать оставшихся в городе, к примеру. Потихонечку меняется. Я вам скажу больше даже, что даже если никто сейчас ничего делать не будет, к примеру, все равно будет меняться. Эта эволюция, это виток за витком, люди эволюционируют, потому что процессы космические так построены сейчас, что излучения, которые идут из космоса, из духовного мира, духовного космоса, через физически, через Солнце, допустим, они не оставляют людей в покое, и мы, получая эту духовную радиацию, все равно меняемся. Вот точно так же, как клетка мутирует при получении радиации обычной, точно так же сознание клеток меняется при получении духовной радиации, духовного излучения. Космос нас меняет, потому что мы часть его, он часть нас. Мы микрокосмос. Если что-то меняется во Вселенной, обязательно здесь. Магнитные бури там, здесь головные боли и давление. Связь есть? Есть, очевидно. Излучение, изменение структуры, там, скажем так, полубоги, боги какие-то в пространстве, сферы, допустим, существа, которые заведуют Солнечной системой. Я уже так для просто объяснения. Они меняются тоже, они тоже эволюционируют, у них есть задачи. Они не живут просто так, они существуют не в сонном, спящем состоянии. Даже когда они медитируют, Шива ушел в Самадхи на 500 лет, к примеру, да, или на там, на 5000 лет. Там другие уровни восприятия. Он же не ушел бездельничать в Самадхи. Самадхи — это состояние преображения. Но для внешнего мира он исчез, как бы. Поэтому, меняясь они, здесь все меняется. Мы с вами очень сильно меняемся. Сейчас ученые заявляют о том, что ДНК стало менять себя. Оно стало как-то пробужденнее, оно стало себя вести по-другому. И мусорные, так называемые, в кавычках, ДНК стали пробуждаться. У людей появилось знание, желание. У них появилась какая-то вот эта вот осознанность, о которой все говорят, но мало кто знает, как это сделать. Постепенно оно становится достоянием. И вы уже не становитесь, вернее так, не остаетесь человеком, который не хотел что-либо делать. Вам интересно, то есть это изнутри. Это же сила, она движущая сила. Знания, которые ты несешь в технике, они очень важны. Сейчас такое немножко хейтерство. Я в день, когда прилетел, ты как раз практиковал с группой, и я ждал, пока ты освободишься. Сижу в столовой, обедаю, и группа стала потихоньку заходить, и один из тех, кто приехал на ретрит, подсел, ну потому что свободное место. Я говорю, да, конечно. И в процессе общения, узнав, что о том, что мы друзья, он мне так сразу, он такой человек открытый, он мне так сразу, а истину, за истину надо платить? Я говорю, в смысле? Он говорит, вот я был там в Индии, общался с какими-то там учителями, и они меня научили определять для себя истинных учителей или мастеров. Если мастер говорит о финансах, и о том, что за информацию или за практику или за знание надо платить, то это не истинный мастер. Естественно, я понял, к чему этот вопрос, я говорю, да. Он говорит, ну вот, мы же платим, то есть посещение семинаров, посещение ретритов, за посещение семинаров, ретритов надо заплатить. У меня такой вопрос относительно, в чем тут, зная тебя, да, и зная тебя не понаслышке, тут что-то есть. И второе, куда ты эти деньги деваешь, где они? Потому что, ну, я так смотрю, что-то тут нету ни Армании, и машин дорогих нету, и вилл. Вот, немножко по поводу этого. А эти деньги собираются, потом дематериализуются. А, вот так, да. Ну, или я как кто-то там, я не знаю, один из деятелей в 90-х годах закапывал деньги после концерта. Да, Разина, да, и Ласкова. Да, говорят, что он так делал. Слушайте, ну, очевидно, что этот человек, который приехал, во-первых, он жалеет эти деньги, он не хочет с ними расстаться, да, вот такой момент, чисто человеческий момент, потому что, как бы, деньги стали важным инструментом для жизни, что глубочайшее заблуждение, да. И, во-вторых, он сам не готов воспринимать знания, о которых мы говорим, потому что, когда мне нужно было получить эти знания, я был готов отдать все, что у меня есть, потому что я знал, что ценность этих знаний неоценима вообще. Это то, что тебя спасает. Если человек не готов отдать там несколько тысяч рублей за какую-то там, допустим, практику, да, ради которой он приехал или которая сделает его совершенным, то он и не готов саму практику воспринять. Это первая часть вопроса. Здесь, конечно, вопрос обширный, потому что у людей деньги стали выше. Но уже давно, мне кажется, несколько тысяч лет уже как. Ценность денег стала выше, чем то, в принципе, чем он является и чем он, обладая, может сделать себя совершенным. Ну, хорошо, тогда встречный вопрос, пусть этот человек пойдет в аптеку и возьмет бесплатно препараты и лекарства. Сможет он это сделать? В том случае, он понимает, что эти деньги, потому что нужно это лекарство произвести, там работают люди над этим продуктом. Все правильно, да. А здесь люди не работают. Ну вот, я к этому и веду. Дело в том, что я не беру деньги за истину. Истина не продается. Истина это то, чем мы обладаем с момента, когда мы начинаем практиковать и приходим к этому. Если и говорить о том, что я беру свой процент какой-то, я его беру за тренинг, за время, которое я отдаю. И за то, чтобы этот человек хотя бы в таком виде ценил то, что я ему передаю. Потому что обесценивается знание, когда их отдаешь просто так, люди не ценят. У них сознание такое. Не все, но в основном. Вот, поэтому обращаясь к этому человеку любому другому, есть ли вы всю команду, которая у меня есть? Да, не все же знают. Все думают, что ты вот один такой. А на самом деле я хочу нашим зрителям сказать о том, что команда Имрам Крия это международная команда, которая позволяет эти знания сделать доступными, которая ведет соцсети, снимает видео. Огромное им спасибо. Эту благодарность недавно озвучила и Наталья Осман, которая была на встрече здесь буквально недавно. И благодаря этой команде знания доносятся до максимального количества людей. Это живые люди с семьями, с детьми. Они бросают все, приезжают с семьями, с детьми, чтобы детей не с кем оставить и просто работают. Помогают. Они вообще-то питаются. Конечно, самое интересное, что они тоже надо есть. Так вот, я хочу сказать тем, кто думает таким образом, как этот человек, просто вам надо поменять отношение к этому, вам надо поменять отношение к этому. Ну, я, извини, пожалуйста, вчера, когда ретрит закончился, я общался с ним, он поменял отношение к этому, что приятно, что очень важно, но почему я этот вопрос задал, потому что этот вопрос вообще есть. Важно было на него ответить, даже не этому человеку, потому что он убедился. Да, понятно, да. Он изменил свое мнение. Я в качестве, может быть, какой-то шутки могу следующий сказать, но это не шутка, это на самом деле правда. Если, допустим, найдется какой человек, который возьмет на себя обеспечение жизни всей команды, который возьмет на себя обеспечение всей рекламы, которая делается, ее огромное количество, благодаря которой люди, в общем-то, и слышат, а это все деньги, который возьмет на себя аренду всех мероприятий, залов, передвижения, передвижения, да, всю транспортную логистику на себя возьмет и так далее. И в конце концов меня и мою семью на зарплату посадят, я вообще не буду брать за это деньги, я буду просто работать с людьми, но тогда должна система процветать, работать и должно быть самообеспечение. Чтобы снять зал, мы платим по полтора миллиона за аренду, не зная, придут люди или нет. Чтобы, допустим, там сделать концерт, нам надо полтора-два миллиона отдать за аренду зала оборудования, музыкантов и так далее, мы не знаем, придут люди на концерт или нет. Мы делаем рекламу, а там уже как бог даст. Поэтому, если такие люди хотят или могут в этом смысле помочь, плюс, помощь всем остальным, кто нуждается в помощи, постоянное выделение финансовой какой-то составляющей, насколько это возможно, для реализации дополнительных проектов и всего остального, пожалуйста. касательно того, что деньги за истину и так далее, есть книги, есть информация в интернете, есть возможность почитать, разобраться и так далее, и самому заниматься, не платив никому. Если вы сможете по книгам заниматься такими серьезными вещами и практиками, кстати, в книгах ничего не дается об этом, там вода одна, вот, без того, чтобы обращаться к мастеру и забирать у него энергию, время, жизненные силы отнимать, да, это же, на самом деле, очень много энергии уходит на работу с людьми, тогда, конечно. Я хочу такую концовочку нашей первой части подытожить, что вся эта работа, вся эта команда по большому счету работает не для того, чтобы тебя сделать популярным, да, в чем ты не нуждаешься, а для того, чтобы максимальное количество людей узнало о крио-йоге, для того, чтобы в итоге максимальное количество людей пробудилось, я правильно? Совершенно верно, люди бескорыстно работают, то есть эти деньги нужны для поддержания их работы, их жизни, и самое главное, мы забыли, этот человек, который может взять на себя все обеспечение всей этой команды, вообще проекта Эмрам Крио со всеми, если такой появится, да, если такой появится, ну, это же, как бы, шутка, он еще должен не забыть обязательно платить налоги, потому что без этого работать не получается, и это правильно, сам, многих это может удивить, но вся деятельность облагается налогами, и все налоги платятся, и я знаю человека из команды, который контролирует, и все очень щептильно соблюдает, и мы очень рады этой возможности, это единственная возможность деятелям, людям, даже в этом смысле, помощь, ты же помогаешь обеспечить хотя бы как-то рабочий, я не знаю, как-то в общем-то, я туда не погружаюсь, и все ради того, чтобы через посредством крия-йогу пробудить максимальное количество людей, в следующей части мы поговорим и будем говорить только про крию, про технику, большое спасибо, если вы досмотрели эту часть, ждите выхода следующей, а если следующая вышла, обязательно прям не ждите, лайкните, и переключитесь на вторую часть, спасибо. Субтитры подогнал «Симон»